Приветствую вас. Смотрю, много экспертов уже ответили вам на вопрос. В принципе, все они сходятся во мнении, что вам нужно менять свой сценарий деструктивный на сценарий малашительный. Да, то, что вы, в общем-то, просите совета, и то, что вы просите совета, это, к сожалению, ну, знаете, это тоже не то, что вам по-хорошему надо бы просить реально. Почему? Знаете, совет, который вам можно дать, он ведь может касаться двух моментов. Первый момент. Это момент, связанный с вашей ситуацией в целом. То есть, я надеюсь, вы понимаете, о чем я сейчас говорю. Если с вами вступить в дискуссию, в полемику относительно того, что вы можете сделать, как вы можете решить свою проблему и так далее, то получается, что мы, как бы, находимся, ну, на вашем под, на вашем уровне, на вашем месте, там, где вы чувствуете себя, ну, комфортно, там, где вы чувствуете себя в своей тарелке. И здесь, в сфере, так сказать, реальной, вы можете, так сказать, что угодно сказать, в сфере реальной вы можете как угодно бороться, как угодно отталкивать то, что мы вам, например, предлагаем и так далее. То есть, по сути, это такое, вот, на мой взгляд, ну, бесперспективное совершенно занятие. То есть, советовать вам что-то, конечно, можно, но вопрос в другом. Вопрос в том, насколько вам это нужно, что вам это даст и так далее. Потому что, ну, объективно, вот, те советы, которые вы, тот совет, который вы просите у нас по этой сфере, в сфере того, что вам делать, он не будет иметь какого-то положительного результата, ну, хотя бы просто потому, что вы и сами знаете свою ситуацию. И если вы до сих пор ее не изменили, то, наверное, вы понимаете, да, что у вас много вариантов есть, то есть, вариантов именно решения вашей ситуации. Если вы до сих пор эти варианты не пробовали, или если вы их не использовали, то вы убеждены в том, что они вам не подходят. Вряд ли наш совет, вряд ли наши советы именно, что вам делают, помогут. По сути, будет еще одна дискуссия на тему того, как вам разрешить ваши проблемы. Второй аспект, который можно назвать, это рекомендация по поводу того, что вам нужно изменить в отношении к себе, к самому. То есть, есть определенные установки, негативные, которые мешают вам использовать то, что у вас есть, которые мешают вам реализовывать то, что у вас есть правильно. И есть некоторые установки, у вас же, которые не дают вам, которые не дают вам возможности правильно использовать свои силы, например. Правильно использовать свои возможности, например. И вот об этих установках я бы хотел поговорить. Именно как психолог. Не как человек, который будет помогать вам, например, реализовывать, допустим, свои желания и так далее. Почему? Потому что, ну, я надеюсь, вы понимаете. А связано с тем, что, как бы, вы сами, вы сами знаете, что вам нужно для себя. Вот. Значит, какие у вас установки? А первая установка, это то, что есть у вас серьезный материальный вопрос. То есть, вы говорите, на что я буду жить, не смогу позволить себе излищество. Это первое, что прослеживается в вашем письме. Конечно, человек не всегда может позволить себе каких-то излищества. Это, безусловно, понятно. Конечно, в чем-то вы действительно будете себя ограничивать. Это тоже совершенно определенно. Но в ограничениях нет ничего плохого, если вы знаете, для чего вы это делаете. Если вы отдаете себе отсчет, что вам нужно, что вам необходимо и так далее. Если вы знаете, для чего вы делаете что-то, то в самих ограничениях, в отсутствии излищества, нет ничего дурного. И, ну, как бы, ситуация заключается в том, что вы, как бы, определяете для себя, вот, что вам важнее, да, излищество, то есть, по сути, какие-то предметы роскоши, например. Или все-таки, да, работа, которая вам нравится, то есть, то, что вам интересно, да, то, что вас устраивает и так далее. Непоятно, почему вы отдаете свой приоритет, почему вы отдаете свой приоритет, именно излищество. Чем они для вас так важны и почему. Либо, простите, здесь я вас неправильно понял. Следующий важный аспект, это аспект вашей девушки, о которой вы говорите несколько раз, то есть, вы о ней упоминаете прямо, по сути, два идентичных у вас сообщения. Есть, где вы пишете, что она хочет семью от вас, она хочет, там, брака, и она не будет вас ждать. Означает ли это то, что вы с ней находитесь в неких таких условных отношениях? Условные, это значит, что у девушки есть определенные условия. Например, если она знает, что вам тяжело на работе, это она знает, что вы выматываетесь, или если она знает, что вам плохо, что вы, по сути, вы горяете на работе, то она с пониманием отнесется к тому, что вы смените сферу своей деятельности. Если она не понимает этого, значит, так ли, сильно она вас любит, и почему вы за нее так держите. Предположим, что вы все-таки создадите семью в тех условиях, которые есть у вас сейчас. Смотрите ли вы, испытывая негатив, тот, который есть у вас сейчас, делать ее счастливой? Смотрите ли вы делать счастливым вашего ребенка, ваших детей, если они у вас будут? Я думаю, вряд ли. Будете ли вы получать удовольствие от того, что вы с ней, и от того, что вы, как бы, ну, вместе в браке? Тоже, я думаю, вряд ли. И девушка, если она вас любит, она это прекрасно понимает. Мне непонятно, почему вы, говоря о том, что она не будет чего-то ждать, воспринимаете это как болезненный факт. Если она вас любит, если она хочет в семье, она примет любое ваше решение, лишь бы вы были счастливы. И здесь, пожалуй, можно говорить о том, что если в первом случае, если в первой, так сказать, проблеме, в первом аспекте есть момент, связанный непосредственно с вашими приоритетами, то во втором моменте, когда вы говорите про свою девочку, здесь, точнее, связан с тем, момент связан с тем, как вы себя позиционируете по отношению непосредственно, ну, к девушке. То есть, что она для вас, как вы себя с ней видите, ну и так далее. То есть, момент включается именно в этом. И вам нужно для себя это определить. То есть, пока, пока у вас есть определенные, ну, неверные, не совсем правильные, я бы сказал, моменты, связанные с позиционированием себя в этих отношениях, судя по всему. То есть, либо вы неправильно понимаете отношения, либо у вас заблуждение относительно ее намерений, либо вы, ну, не до конца даете себе отчет, как обстоят дела и чего вообще она, например, от вас допустим хочет. Это важный момент. Далее вы пишите о том, что, ну, поскольку первое время у вас, у вас не будет достаточных средств, чтобы содержать, например, свою жилплощадь, вы будете вынуждены, там, грубо говоря, обращаться там за помощью, там, к своей маме, например, и так далее. Ну, допустим, допустим, как вы это пишите. Соответственно, ситуация заключается в следующем. Почему вы считаете для себя позором, что, грубо говоря, вы обратитесь за помощью к своим родственникам? Почему вы считаете, что это плохо, особенно если они будут знать, что вы действуете, что вы решаете свой вопрос, что вы решаете свои проблемы? Откуда у вас вот это вот неприятие помощи других людей? С чем оно связано? И это третий основной момент, о котором вам нужно будет, ну, как бы, с которым вам нужно будет разбираться, точнее, скажем так. Потому что вот эти вот установки, вот эти вот негативные моменты, связанные с восприятием окружающего, они вам очень сильно мешают, они, по сути, не дают вам возможности принимать верные решения и действовать так, как вы хотите. А почему? Ответ на этот вопрос можете дать окончательный и достаточно четкий. Только вы, сами. И до тех пор, пока вы этого не сделаете, до тех пор, пока, и если вы не хотите об этом разговаривать, пока вы не хотите менять что-то в своей жизни, в Летле мы можем говорить о том, что в ней что-то поменяется. У вас всегда будет, по сути дела, вот эти вот сдерживающие факторы. Значит, касаемо первого, я думаю, что здесь имеет место какой-то социальный статус. То есть, вы держите за свой социальный статус, вы цепляетесь за него, он для вас важен, и вы не хотите его тихтерять. По сути, вы готовы жертвовать своим, ну, своим здоровьем, своим ощущениями своими, своим благосостоянием. Вы готовы жертвовать ради этого статуса. И причина, по которой вы действуете так, опять-таки, остается лично для меня загадкой. То есть, что вам дает статус такого, что вы ради него готовы, по сути дела, терпеть настолько, ну, серьезные для себя последствия. С этим нужно разбираться, потому что у вас определенно есть сверхмотивация по удержанию статуса. Дальше. Дальше вы пишете про девушку, и здесь я уже говорил о том, что у вас есть проблема, связанная с позиционированием себя в отношениях. Определенно нужно этот аспект разобрать. Ну, и третий аспект, это переезд к маме-бабочке. К маме-бабочке тоже совершенно непонятно, они ваши родные люди. И да, понятно, что это, может быть, не плюс вам, но и не такой ужминсты. То есть, как промежуточный вариант, рассматривать его в фалземоне, но вы почему-то не можете, вы почему-то не позволяете себе этого делать. Далее, девушка, если она хочет земли, почему она не может приглашать вам, как бы, свою же позицию? Она говорит, что вам захочет квартиры, но, простите, здесь необходимо выгнать то, чего хочет, потому что, по сути, она провоцирует вас действовать в ее интересах, но в ответ себе. Посмотрите, то, что вы делаете сейчас. И вряд ли это можно назвать какими-то конструктивными отношениями. Есть вопрос в том, почему вы это себе позволяете. Есть вопрос в том, как получилось так, что вы позволили себе оказаться во всех этих ситуациях. Как получилось, что вы позволили, например, социальному статусу вести вас куда-то? Почему вы позволили отношениям с девушкой вести вас куда-то? То есть, вы понимаете, что вы растворяете. Вы растворяете в социальном статусе, вы растворяете в отношениях с девушкой. Вы даже растворяете во взаимодействии с вашей мамой и бабочкой, потому что не позволяете себе воспользоваться их помощью. Например, например, хотя они были бы рады и так далее. При этом вы не можете быть собой, при этом вы несчастны, и при этом вы чувствуете, что вам вообще плохо, и из-за этого все ваши проблемы. Кстати говоря, по поводу проблем. Очень интересный момент. Вы пишете, что отношения разрушены из-за этого. Какие отношения разрушены? С кем отношения разрушены? С девушкой? Но вы же говорите, что она хочет в семье, в квартире и так далее. И то, что отношения разрушены, не говорит о том, что пребывая дальше на этой работе, вы будете только терять. И я думаю, что завершить свой ответ можно таким высказыванием. Знаете, для того, чтобы вам успешно действовать и успешно двигаться по жизни, вам необходимо менять отношение к тому, что у вас есть сейчас. Дело в том, что вы оказались в ситуации, в которой может оказаться каждый человек. Но вот решение вы принимаете, и на мотивы вы опираетесь, совершенно искаженные, неверные, и такое ощущение, что у вас сбита система приоритетов и ценностей. Такое ощущение, что вы меньше думаете о себе, больше думаете о других, руководствуете с чувством вины, и недостаточно отстаиваете свои интересы, того, что вам нужно, то, что вы хотите. Связано ли это с неверенностью в себе, связано ли это с комплексами, связано ли это с детско-радистовскими отношениями, можно только гадать, но дабы этого не делать, нужно разбираться. Нужно разбираться. И вот, как сказал вам мой коллега, в самом первом своем ответе, что вы осознанно или нет, как бы, отметаете все варианты решения своей проблем, потому что, вот, внешне у вас есть какие-то преграды, но эти преграды, они субъективны, да, для кого-то это преграда, для кого-то нет, и вам нужно это понять, что это преграда, а не столько потому, что вы не так думаете, силы ряда причин. А есть еще и субъективный, субъективный момент. И субъективный момент заключается в том, что вы, видимо, получаете что-то для себя в этой ситуации, в этой ситуации, в которой вы оказались. И нужно понять, что вы получаете в ней, что вы не хотите ее менять. Может быть, это ощущение какого-то стабильности, может быть, это, ну, ощущение, что у вас нет все, может быть, это ощущение плохого заработка и так далее. Что-то вас удерживает в этой позиции. Несмотря на все ее минусы, что-то прополняет вас удерживать. Нужно понять, что это и, как бы, разобрать это, чтобы вы имели представление о том, что вас удерживает. Тогда это можно реализовать по-другому, реализовать в другой деятельности, в другой деятельности. И это, может быть, станет первым шагом к тому, чтобы менять свою жизнь. Пожалуй, на этом все. Понимаете, я не буду говорить вам о том, чтобы вы пытались как-то создать атмосферу на работе. Я прекрасно допускаю такой вариант, что вам действительно не нравится. Но, понимаете, вы жертвуете собой. То, что вы делаете сейчас, это жертвуете собой. Жертвуете собой ради кого? Ради девушки, ради мамы с бабушкой. Но проблема в том, что жертва всегда порождает опустошение. Жертва всегда порождает потребность в купировании, в размещении того, что вы жертвуете. А уверен, ни бабушка, ни ваша девушка, ни даже вы сами по отношению к себе не осознаете, насколько сильно вы жертвуете. И если вы не можете этого осознать в силу внутренних противоречий, то бабушка, мама и девушка не могут этого осознать в силу того, что они другие люди. Вот получается так, что вы участвуете собой, опустошение копеца к копеце, и в итоге вы рискуете, ну, вы ненавидите работу, и себя, и девушку, и маму, и бабушку. И чтобы этого не произошло, нужно перестать жертвой с собой. Для этого необходимо понять, почему для вас стало возможным такое поведение. И вот тогда, тогда вашу ситуацию можно менять. Понимаете, если вы обратились к конкретным советам в плане трудоустройства или образования, то здесь вам подойдет совет любого другого специалиста. Ну, например, бизнес-тренера, например, еще кого-нибудь и так далее. А именно, с точки зрения психологии, вам нужно двигаться в этих направлениях. Потому что я не уверен, что, например, лично я могу, будучи психологом, расследовать о том, что вам нужно сперва получить образование, потом сколько-то там работать, потом там подниматься вверх по карьерной лейтенции и так далее. Я не думаю, что я как психолог могу это делать. Потому что у меня свое видение, например, на деятельность вашу, на деятельность в узком смысле, на предметную деятельность. А у вас свои взгляды. И ваши взгляды, они являются, как бы, превалирующими над моими, потому что это ваша жизнь. Но как психолог я могу сказать, что на психологическом уровне вы делаете неправильно. И вот это нужно делать правильно, и тогда вам откроется тот путь, который будет присущ только вам. То есть, когда препятствия уйдут для свободы деятельности, вы сами выберете такой маршрут, такую линию поведения, которая придет лично вам. И не хотелось бы мне просто наоборот скатываться вот в обсуждении того, как вам лучше сделать. Это все-таки вам решат. И поэтому давать советы, именно конкретные, я бы не стал. Это, кроме всего прочего, еще и этику профессиональную нарушает. Поэтому, простите, но, наверное, тот совет, который вы бы хотели получить, лично я вам не дам. Но если вы действительно хотите решить свои проблемы и изменить свою жизнь, то, думаю, информации вам пока достаточно, а так вообще требуется с вами работать. Как минимум в трех направлениях. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!